Владик и Ирина тщательно убирают листья. Вместе с мамой дети вышли на субботник в парк Шевченко. Хвастаются, успели собрать много мусора. К своей работе отнеслись ответственно. Александра, мать четырехлетнего малыша, рассказывает, детей взяла с собой в воспитательных целях. Вооружившись вениками и граблями возле арки в парке Шевченко, на субботник вышли коммунальщики, чиновники, волонтеры и горожане, которые просто захотели сделать свой город чище. Мы обеспечиваем пакетами для сбора сметки, наша техника работает. И такие дни я считаю достаточно проводить еще в субботу, потому что у нас есть двухмесячник благоустроя. Мы делаем генеральное прибирание. Это мы делаем и для себя, для жителей города, и это же мы делаем и для наших гостей, которые приедут до нас. Фронт работы имеют немалый. Здесь и позаметать мусор надо, убрать листья и ветки и собрать все в кучу, чтобы потом вынести в мусорный бак. Таким образом, сотни одеситов вышли в парки и на улице города отпраздновать всеукраинский день окружающей среды. Чистий дверь, чистая улица, чистое место. Это может стать стилем жизни. Адже людина – чи не найбільший ворог природы, и одновременно ее – чи не единый рятевник. Выбирь за каждым из нас. Парки, аллеи, скверы, трасса здоровья, 411 батареи. Под прицелом – любимые места отдыха. Особое внимание уделили склонам и побережьям города. Впрочем, кроме генеральной уборки, город ее зеленили. Возле оперного театра высадили тюльпанные деревья, а на проспекте Шевченко – 30 сосен. Однако главный коммунальщик Одессы напоминает – чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Намного легче будет нам в городе убирать, если будут в городе меньше мусорить. Поэтому давайте любить свой город, меньше мусорить, и наш город станет чище. Впрочем, это не последняя уборка. Волонтеры организуют такие каждые выходные и приглашают к совместной работе всех желающих. Субтитры создавал DimaTorzok